Конфликт в Наполе. Джейден Санчо в Барусии. Жерар Пике возвращается в футбол. Историческое мадридское дерби. Барселона может забрать Холланда. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Барусия и МЮ достигли соглашения по аренде Джейдена Санчо. По информации Фабрицио Романа, дортмунцы заплатят за аренду Санчо 4 миллиона евро, а также будут выплачивать часть зарплаты игрока. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено. Сообщается, что вчера футболист должен был отправиться в Дортмунд для прохождения медосмотра. Джейден не играл за МЮ с августа из-за конфликта с Эриком Тенхагом. ПСЖ намерен приобрести центрального защитника Баварии и сборной Франции Упамикано. Об этом сообщает журналист Санти Уна. По его информации, боссы французского клуба заинтересованы в покупке игрока уже в текущее трансферное окно. Однако сделать это будет проблематично, поскольку Бавария не хочет расставаться с футболистом в январе. Отмечается, что парижане также начали прорабатывать вариант с подписанием защитника лица Диего Льярента, выступающего на правах аренды за Рому. Испанский игрок обороны соответствует требованиям главного тренера ПСЖ Луиса Энрике. Защитник Барселоны Кристенсен может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает футбол Испана. По их информации, Нью-Касл всерьез нацелен на приобретение экс-игрока обороны Челси. Отмечается, что сам датчанин заинтересован в смене команды из-за недостаточного игрового времени. Кристенсен перешел в Барсу летом 22-го на правах свободного агента. Нападающий немецкого Лейпцига Тима Вернер перешел в лондонский Тоттенхэм на правах аренды, сообщается на сайте английского клуба. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона и предусматривает возможность выкупа летом. В лондонском клубе нападающий будет играть под номером 16. Мы с Тима хотим, чтобы он набрал как можно больше игровой практики в преддверии чемпионата Европы в Германии следующим летом. Он получил возможность сделать это в Тоттенхэме, поэтому аренда имеет смысл для всех сторон, заявил спортивный директор Лейпцига. Бывший футболист испанской Барселоны Жерар Пике заявил, что вернется в футбол в качестве тренера. «Наступил Новый год. Я тщательно подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз не в качестве игрока. Я буду тренером. Подробностями поделюсь в конце недели», — написал Пике у себя в твиттере. Рома готова предложить новый контракт португальскому наставнику команды Жозе Мауриньо. Как сообщает Кальцо Мерката, руководство итальянского клуба решило продолжить сотрудничество с португальским специалистом. Мауриньо предложит контракт, рассчитанный на один год, но включающий в себя опцию автоматического продления в случае попадания Ромы в Лигу чемпионов. Действующее соглашение Мауриньо с Ромой истекает по окончании нынешнего сезона. «Арсенал не сможет рассчитывать на трансфер нападающего Брэндфорда Айвина Тоуни этой зимой», — заявил журналист Бен Джейкобс. «Арсенал» сейчас не ведет переговоров по Айвину Тоуни, однако верно то, что Тоуни приветствовал бы переход в «Арсенал». Нет никакой гарантии, что «Арсенал», как и Челси, подпишет нападающего сейчас, а не будет ждать до лета. В случае с Тоуни нужно потратить большие деньги, чтобы что-то произошло. Брэндфорд хочет больше 80 миллионов фунтов, а некоторые источники даже указывают, что они будут ждать предложения в 100 миллионов, чтобы хотя бы рассмотреть его. Это выходит за рамки бюджета «Арсенала» на январь. Приводят слова Джейкобса «Котс офсайт». Леонардо Бануччи перешел в турецкий фенербахче на правах свободного агента. Об этом сообщил Никола Скира. Отмечается, что сделка завершена и подтверждена. По его информации, итальянский защитник подписал с турецким клубом соглашение до конца июня 24-го. Он заработает 1,2 миллиона евро. Также сообщалось, что вчера футболист прилетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Кроме того, по данным «Кольцо Мерката», форвард фенербахче Эдин Джека сыграл значимую роль в привлечении Бануччи. Нападающий Манчестер-Сити Эрлинг Холланд покинет английский клуб по окончании сезона. Как сообщает журналист Франсуа Галарда в соцсетях, норвежский форвард летом перейдет в Барсу. Отмечается, что трансфер Холланда в каталонский клуб уже давно согласован. Синегранатовый заплатят за переход игрока 100 миллионов евро. Журналист Бен Джейкобс рассказал, что руководители Аль Итифака на следующей неделе встретятся с английским полузащитником Джорданом Хендерсоном, чтобы обсудить его будущее. Поскольку некоторое время назад стали появляться сообщения о том, что футболист хочет вернуться в Европу. Клуб еще не получал официальных подтверждений. Для того, чтобы арендное соглашение было достигнуто, соискателям придется покрыть 100% нынешней зарплаты Хендерсона. Игроком интересуются Аякс, Байер и даже Ньюкасл, написал Джейкобс у себя в твиттере. Агент Хвичекворацхелий Мамука Джугели высказался о профессиональном будущем нападающего Наполи Виктора Асимхена. Да, Виктор продлил контракт с Наполи. Но вы действительно думаете, что он надолго задержится в этой команде? Я вам уже могу сказать, что летом Асимхен перейдет в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Наполи существенно увеличил его зарплату, но это все равно не поможет клубу удержать такого нападающего, приводит слова агента Футбол Италия. На что чуть позже сам Асимхен дал ответ. «Дорогой Мамука Джугели, ты кусок дерьма и позор. Мне стыдно за твое здравомыслие, тупица. Держи мое имя подальше от своего рта», — написал Виктор в социальных сетях. В декабре Нигерийц продлил соглашение с Наполи до 26-го года. Мюнхенская Бавария планирует оформить переход защитника ПСЖ Нардиму Киеле на правах аренды с правом выкупа, сообщает Флориан Плетенберг. По его информации, сам игрок готов к переезду в Мюнхен. Переговоры между клубами продолжаются. Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить Баварии своего правого защитника Нардиму Киеле, а также значительную сумму денег в обмен на Йозу Акимиха. Рыночная стоимость Нарди оценивается в 12 миллионов евро. Румынский футболист Дженуа Радудрыгушин решил продолжить карьеру в Тотенхеме. Об этом сообщает Флориан Плетенберг. По его информации, уже вчера игрок прилетел в Лондон. Ранее сообщалось, что Бавария предложила 23 миллиона евро за Дрыгушина и надеется перехватить игрока у Тотенхема. Отмечалось, что мюнхенцы ждут отраду положительного ответа на свое предложение. Ориентировочная стоимость футболиста по данным портала Трансфермаркт 10 миллионов евро. Вчера состоялся матч 1-2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались Мадридский Реал и Атлетико. Уже на седьмой минуте ворота Реала поразил защитник матрасников Марио Эрмоса. Однако уже спустя 13 минут сливочные восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера. На 30-й минуте сумел отличиться еще один защитник Реала Ферлан Минди, но через 7 минут Атлетико снова забил. Гол на свой счет записал Антуан Гризман. На 78-й минуте Рюдигер срезал мяч в свои ворота, но уже через 7 минут Даниэль Карвахаль сумел спасти свою команду. Основное время матча завершилось в ничью 3-3. В дополнительное время на 116-й минуте форвард Реала Хаселу принес своей команде важнейшую победу, забив решающий мяч. А еще через 6 минут точку в матче поставил полузащитник сливочных Браим Диас. Итоговый счет 5-3.